В единый день голосования в нашем районе прошли выборы депутатов городского и 14 сельских поселений, а также выборы глав Кировского, Прибрежного и Черноярковского сельских поселений. Выборы были признаны состоявшимися, и сейчас в поселениях района проводятся торжественные сессии советов, на которых вновь избранным депутатам вручаются удостоверения народных избранников. Первая сессия городского совета 4-го созыва для вновь избранных депутатов началась не с торжественного заседания, а с экскурсией по важным социальным объектам Славянска-на-Кубани. Депутатский корпус вместе с главой города Александром Берсенёвым и депутатом ЗСК Виктором Чернявским посетили новую школу, впервые открывшую свои двери для учеников в День знаний. Также побывали в неврологическом отделении Славянской ЦРБ, где к концу года планируется установить новый современный томограф. Ещё одну остановку депутаты сделали в Северном парке. Там проводится полномасштабная реконструкция этого места отдыха. Зарядившись положительными впечатлениями, увидев, как работают муниципальные, региональные и федеральные программы, наметив собственные планы по развитию города, вновь избранные депутаты отправились на первое заседание сессии совета. Открыл сессию председатель Славянской территориальной избирательной комиссии Анатолий Чумаков, огласив итоги избирательной кампании. Территориальная избирательная комиссия Славянская приняла решение за номером 198-17-45 от 9 сентября 2019 года. Первое. Признать выборы депутатов Совета Славянского городского поселения Славянского района 4-го соседа состоявшимися и действительными. Второе. Считать избранные депутаты Совета Славянского городского поселения Славянского района 4-го соседа депутатов по 28 отругам. Всего в Новый городской совет избрано 35 депутатов. Большая часть из них продолжит работу в новом созыве. В единый день голосования жители Славянска-на-Кубани вновь оказали им доверие, отдав на выборах свои голоса. В торжественной обстановке народным избранникам вручили удостоверение. Великобритания, Татьяна Яковлевна. После торжественного вручения удостоверения депутаты приступили к выполнению своих прямых обязанностей. В ходе сессии они утвердили структуру Совета, перечень постоянных депутатских комиссий, избрали председателя. Путем открытого голосования председателем Совета был единогласно выбран Андрей Ракуленко. Я думаю, что совместными усилиями мы будем работать на благо жителей нашего города. Нам предстоит принимать местные законы, законодательные акты, различные нормотворческие документы, документы, которые позволят жить и развиваться нашему городу. Обязываюсь добросовестно исполнять свои обязанности на благо жителей нашего славного города. Спасибо всем за оказанное доверие. Присутствующий на расширенной сессии глава района Роман Синеговский, депутат ЗСК Виктор Чернявский и глава города Александр Берсенёв пожелали народным избранникам успехов в решении непростых проблем. Ведь несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы, ветви власти, края, района и города всегда старались находить компромисс. И на протяжении многих лет работать во взаимопонимании и тесном сотрудничестве. Во-первых, хочу всех поблагодарить за то, что пришли на выборы. Была хорошая явка, это очень важно. Мы выбрали наш очередной депутатский корпус, 35 человек депутатов. Спасибо за поддержку, потому что я считаю, что победили действительно достойные. Ваша работа действительно очень важная. Вы принимаете решения, вы участвуете в работе, в жизни города. И от тех решений, которые вы будете принимать, зависит на благосостояние наших жителей, зависит развитие нашего города. Я вас всех поздравляю, желаю вам успехов, мира, добра, благополучия. Ну и главное, не деструктивная, а конструктивная работа на благо жителей Славовского района, города Славовского района. Спасибо. Я искренне рад, потому что пополнился обновился состав Совета. Мы сегодня его продуктивно проведем нашу встречу, которая прошла с нас, при вашей поддержке. Александр Алексеевич, при вашей поддержке Совет сразу взялся так активно за работу. Мы посетили несколько социальных объектов. Мы бывали в школе, мы бывали в больнице. Там сосудистое обедение создается в рамках цифровой программы. Мы бывали на парке, с тем, что вы еще раз показали, вот они работают, краевые программы, федеральные программы, партийные проекты. И что сегодня город, вот, в формате вот этой созидательной работы. По ходу предпринялись, это прям решение на месте. Каждый, вот, по маленькой точке внесите в общую копию. И тогда через пять лет, в городе вы скажете, и эти пять лет работа на благо нашего любимого Славянского района. Поздравляю, счастье, здоровье, вместе мы многое сделаем. Выслушав напутственные слова, депутаты, в свою очередь, пообещали оправдать доверие славянцев, проголосовавших за них на выборах. И сделать все зависящее для повышения уровня жизни и благосостояния жителей. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...